Сегодня я впервые буду проповедовать через планшет. Поддержи меня, я первый раз взял его в руки. Многие уже работают с ним. А я сегодня решила попробовать первый раз. И думаю, а это получится. Ну технология, да? Я пастор Евгений. Я из Литвы. Я так привык, что переводчик всегда здесь. У нас в церкви тоже с переводом. Мне 51 год. У меня чудесная семья. Семь детей. Семь. Халлелуя. Все любят Господа. Все любят Господа. И все служат. Наверное, она в мониторе не слышит немножко, да? Она не слышит монитор. Не знаю, может как тебя. Ну ладно, что на весь, где ты была вот напротив этой. Может. Окей. Вот. И сегодня мы поговорим. Как исполнить предназначение. Как приплодить сабайцинами. Знаешь, Бог тебя спас. Аминь. Аминь. Ну не спас просто, чтобы ты всю жизнь просидел в церкви. Учился, учился. Мачил, мачил. Кончил одну библику. Пошел другую. Потом теологические колледжи. Бакалавр. Магистр. Доктор богасловия. Теологизм докторс. Умер доктором богасловия. Нет. Нет. Цель бога не такая. Библия говорит. Библия говорит. Что он нас избрал. Что он нас избрал. Что бы мы не слили плот. Ла мес несту ауглис. То есть мы бы исполнили волю Божию. Ла мес приплодить Деву грибу. И первое, что ты должен понять. Первое, что ты должен понять. И об этом говорил пастери из Индии. Борто и рурнай мачитаясь на Индии. Что ты рожден, чтобы побеждать. Ты ест димис, лаи узварят. Знаешь, бог не рождает лузеров. Он не рождает неудачников. Он не рождает неудачников. Всех, кого призывает бог. Он их делает победителями. Ты рожден быть победителем. Ты создан богом. Ты ест Дева радист. Он всегда успешен во всем. Поэтому ты есть успех Божий. И ты дивно устроил. Это то, что говорил тот пастери на прошлый раз. Да? Может быть, у тебя не было нормальных родителей. Ты ест димис, не видишь, как нормальные родители. Знаешь, я вырос в такой семье. Где постоянно лилая кровь. Мои родители пили. Мои родители пили. Драли. Мы живем на первом этаже. Мы живем на первом этаже. И нам приходилось с мамой часто бегать через первую этажу. Маму бежи вене началась муха провела на первом этаже. Мы спасались от пьяного папы. Можут быть у тебя такие родители. Может быть, ты не получил хорошего образования. Ты весьма не получил хорошего образования. Я всю жизнь мечтал играть на скрипке. Но родители почему-то не отдали меня музыкальную школу. Папа ходил в море. Мама просто жила сама по себе. Работала. А я всю жизнь мечтал. И меня не отдали. Ну, слава Богу, сейчас моя дочь, она на скрипке играет. Слава Богу, сейчас моя дочь, она на скрипке играет. Моя мечтала платилась моих детей. Аллилуйя. Ну, что я хочу сказать. Может быть, ты себя чувствуешь как неудачник. Может, ты себя чувствуешь как неудачник. Может, у тебя много денег нет. Когда я служил уже в армии. Я не был в армии. Я не был в армии. Я не был в армии. Я покаялся, когда мне было 30 лет. 21 год я уже с Господом. И у нас в армии там ребята некоторые имели деньги. И, знаешь, хорошо, когда есть деньги. И плохо тому, кого их нет. Ну, как бы платьских таких возможностей меньше. В общем, где бы ты не родился? Что бы ты не думал о себе? Когда ты родился свыше? Ты должен понять, что Бога все намерение для твоей жизни блага. Бог желает самого лучшего для тебя. Он не хочет тебе сделать вторым. Он хочет тебе сделать лидером. В том даре, который он дал тебе. Стань лучшим своем даре. Плюсти лабакой с собой даром. Ты будешь самым восстрибованным человеком на земле. Ты знаешь, что хороши сварщики? Ты знаешь, что хороши сварщики? Это тот, кто варит металл, да? Это тот, кто варит металл, да? Если он настоящий специалист. И если он варит очень хорошо. Если он варит очень хорошо. Он не весь золотой. Ведь он не весь золотой. Потому что есть такие установки. Это тот, кто варит металл, которые, ну, иногда ломаются. И чтобы купить новую. И чтобы купить новую. И чтобы купить новую. Нужно целая состояние. Нужно целая состояние. А вот хороши сварщики может починить. Поэтому, когда Бог создал тебя. Потому что, когда Бог создал тебя. Всем здесь сидящим. Все шеи садоши. Бог дал дар. Девс катрам дэва давану. Особенный дар от самого престола Божьего. И пащу давану, паща Дева троня. И именно в этом даре, и именно в этом даре, Бог хочет сделать тебя лидером. Девс вялась тебе изведет пар лидером. И уникальным человеком. И уникалл человеком. Ты знаешь, почему на небе нет нужды? Зинь, как петь дебесисы не вважно. Бог не бегает там с подносом. Тур Девс не скриене ар плати. Извините вам, бадички. А с вами, бадички. А может вам плохо? Жизнь, как паща. Нет. Нет. На небе нет нужды. Дебесисы не вважно. Потому что там все нужды покрыти дарами. Теми дарами, которые Бог дал людям. Ар висам там дарам, ко Девс Девс цилвекам. Аллилуйя. И там чудесно. Утур и бринщики. Так вот, первое, что ты должен понять, что ты не создан быть неудачником. Каждый из вас должен стать лидером. В том даре, который Бог дал тебе, чтобы изменить народу. Пакарить народу вере. Чтобы через твое свидетельство жизни. А царь таву дзивесу лицейбу. Люди узнали, что Иисус Христос есть Господь. Человек узнали, что Иисус Христос есть Господь. Аминь. Аминь. Вот, для чего Бог тебя оставил на земле. Лук, тапец Девс тебе нолик шетверз земли. Он хочет распространить свою влиянию. Иисус Христос есть Господь. Через тебя, через твой дар. Через твою дару. По всей земле. По всей земле. Аллилуйя. Поэтому ты нужен. Тапец ты ест байдзив. Аминь. Аминь. Улыбнитесь. Вы со мной? Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Ты должен понять еще одну вещь. Ты верю в кладку, как ты покаялся. Лид с тем временем, когда ты ножаила греха. Ты был в категории сотворенных людей. Ты был рады то человеку категория. Но когда ты покаялся, ты родился свыше. Но когда ты ножаила греха, ты педзим на аукшем. И ты теперь несотворенный. Ты теперь рожденный от его духа. А это совершенно разные вещи. Это пилы и ащрые вещи. Потому что сотворенный человек. Он находится в Адаме. Четроды Адама. А рожденный от Бога. Педзим на Деву. Находится во Христе. И наша жизнь во Христе. Муса дзива и Ристу. Поэтому ты имеешь жизнь самого Бога теперь. Тепец тебе и паша Дева дзива. И у тебя уже не паша природа Адама. Но у тебя природа самого Бога. Тепец тебе и паша Дева дзива. И если бы твой сосед был внимательный к тебе. Он бы увидел твои глазах самого Иисуса. Тавас Ацис Кристо. Амэн. И вот что еще ты должен понять. Великас тебе и ясапрот. Что у Бога нет великих проповедников. Ка Девам нет великих людей. Девам нет великих людей. Однажды меня пригласили в одну церковь. Проповедовать Евангелие. Служить служение и исцеление. И за неделю, как я должен был приехать в ту церковь. А там была большая церковь. Туда приехал Карл Густавс Северин. Туда приехал Карл Густавс Северин. Это проповедники Швеции. Это слуднавтаясь из Звейдрии. Я был молодой пастер. И я подумал. И я подумал. Господи. Кумс. Почему ты не мог прислать этого Карла после меня? Потому что, когда я смотрел на сцену, как он служил. Я говорю, Боже. У меня никогда так не получится. Посмотри, как он здесь беден. Огонь. И я там был на балконе. И я плакал. Я заплакал. Я говорю, Боже. Почему ты не мог его после меня прислать? И вдруг я услышал, как Святой Дух мне сказал. Син мой. У меня нет великих проповедников. У меня есть великим Иисус Христус. И Ему, Иисус Христус. Аллилуйя. У Бога нет великих проповедников. Поэтому тебе не надо себя сравнивать с кем-то. Тебя не надо себя сравнивать с кем-то. Но всегда сравнивайся на Иисуса. В нем твой ответ. В нем ты уже есть кто-то. Люди всегда пытаются что-то доказать кому-то. Они голодают. Они пытаются держать фигуру. Они не нравятся сами себе. Когда они утром смотрят в зеркало, они говорят, я ненавижу это лицо. Понимаешь, ты все время хочешь быть на кого-то похожим. Кто-то копирует в тебе какую-то модель. Который к тебе копает какую-то модель. Я хочу сказать тебе, если Бог тебя создал таким, почему ты все время не любишь себя? Ты должен принять себя таким, как ты создал тебя Бога. У кого-то рыжие волосы. Аллилуйя! Кто-то лисит. Слава Богу! Слава Девам! Бог хотел, чтобы его голову светилась. Кто-то полный. Кто-то худож. Бог принял вас. Девы с вас принялись. И нету на земле великих. Когда вы во Христе, вы все уже великие. Вы все уже великие. Вам не надо чего-то еще достигать. Вы уже в нем. Вы уже в нем. Принятые. Принятые. Хорошие. Лаби. Успешные. Славные дети Божьи. Таи годы им спилн Деву бэрни. Видишь, у Бога нет внуков. Девам не мало мазь бэрни. У него все дети. У него все дети. Скажи, аллилуйя. Поверни соседу, скажи, Бог принял тебя. Погресси под свою каину. Пасаки, Девы тебе и принялись. Аминь. Аминь. Так вот, Бог призвал. Девы с раицинами. Значит, у него есть цель. Девам есть мэртис. И чтобы исполнить свое призвание. И войти в свою судьбу. И идиоти от своего ликтеней. А вдобавок быть всегда радостным христианином. Кто хотел бы всегда быть радостным христианином? Вы видели, когда они будут хмурые христиане? Я сгадаю, когда я видела татус Игнус христианин. Он утром стоят. Идиоти печься. Ты его спрашиваешь, как дела? Прашиваешь, как дела? Плохо. Слит. Все плохо. Висы и слит. У него по жизни все плохо. У него радостный никакой. У него радостный никакой. Идиоти поклонения. Ну, так пелуксмен. Музика весело играет. Все танцуют. Висы теи. Ага. Висы татус бэдик. Хмурый такой. Татус Игнус. Как туша черная. Как меланс маконис. Знаешь, что у него есть какие-то проблемы. Нет, какой-то проблемы есть. Так вот, чтобы быть всегда радостным христианином. Да, ну, лук, а ведьмар бут прецелигс христианином. И исполнить свою судьбу. У пепелить свою ликтенину. Ваити в свою судьбу. Я вам дам сегодня очень важные моменты. Я вам дам сегодня очень важные моменты. Или лучше рожден для того, чтобы идти. Как вам зовут номер, не радысь, лая иету. Видишь, мы не созданы сидеть, идти. Да? Мэс не садят, лая санят, лая иету. И чтобы идти, нужно снаряжение Божие. Иету и ваидзи, где вы обранили. Бог не посылает служить ему людей. Девс несута человеку, которые с ним каупосят. Прежде не снаряжение этого человека. Пирмс, он не снаряжение этого человека. С способностью исполнить его волю. Ар спею пепелить виник гриву. Если Бог кого-то посылает. Я Девс кааду сута. Послушайте, Бог всегда дает ему способность. Классайте, Девс веемер дод виникам спею. Савершить то, для чего он тебя послал. Пирмс, ты пилит то, как он тебя сута. Тебе не надо это вымаливать. Тебе не надо это вымаливать. Выпрашивать. Изпросить. Когда ты получаешь видение от Бога. Когда ты саним, редзаем, но Девам. Бог дает тебе и способность. Десно дод ареи спею. Само помазание внутри тебя. Под сваидием с тебе векшам. Будет учить тебя. Как и что делать. Ка, ко, дарить. Поэтому тебе не надо напрягаться. Тебе не надо спринт. Тебе надо научиться. Тебе надо научиться. Быть всегда в покое. Вемер бут миром. И доверять Богу. Узачать Богу. Бог будет вести шаг за шагом тебя. Девс ведись тебе соли по соли. Шаг за шагом. Соли по соли. Ты никогда. Ты никогда не увидишь полную картину. Не родишься то весело биле. Сразу. Почему? Потому что, если бы Бог тебе показал. Девс. И, да, 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 да. Насколько велико это видение. Ты бы убежал в джунгли. поэтому Бог он мудрый он будет открывать тебе все постепенно будь верен малым Бог откроет больше будь верен малым и Бог доверит тебе больше поэтому прежде чем послать человеку Бог всегда дает ему видение мечту это мечта огромная если бы вы спросили меня как я у тебя пастор Евгения мечта я бы вам полдня рассказал это только было бы вступление у меня мечта огромная я хочу иметь множество молодежи проводить великие служения которые охватят всю Европу хочу иметь столько много земли чтобы построить кемпы такие с хорошей кухней создать отличных команды поваров иметь самую лучшую аппаратуру святомузыку чтобы когда молодежь будет приезжать туда они бы входили в такое присутствие божи и испытали бы и испытали бы такую славу и эти вот шоу даже элементы что они сказали бы да они в одном ночном клубе не так нету круто как у них но меня нактс клуба не так круто как у них поэтому у меня огромная мечта это у меня огромная мечта и Бог дал эту мечту и у тебя мечта станет последствия виденьем кто там мечтает я хочу быть отличным парикмакером допустим и ты уже там кошку стриги сапапу поймал подругу из церкви так пастригла два года не разговаривает с тобой все нормально ты идешь к своей мечте ты стараешься что-то делать но я говорю о виденье первое что ты должен это получить виденье от Бога почему это очень важно это очень важно мы не делаем для Бога что-то свое я не встаю утро и не делаю так слушай Бог что ты для тебя сделаешь может пойти голодных накормить а может детским служением заняться мы не делаем свои дела для Бога мы делаем дела Божьи мы саработники мести с Богом если ты будешь что-то делать то, что не говорит тебе Бога то, что не говорит тебе Бога то, что Диев ты не говоришь ты разочаруешься потому что Бог не будет созидать в твоей жизни то к чему Он не призвал тебя ты слышишь я видел я видел массы разочарованных христиан они даже бросают служение уходят из церквей и когда ты с ними поговоришь ты понимаешь что они очень сильно устали и они все бросили если ты очень сильно устал я не говорю даже о физической усталисти о духовной усталисти от того, что ты сейчас делаешь то, что ты сейчас делаешь быстрее всего что ты не на своем месте потому что Бог не будет тебе давать силу чтобы ты это делал и все, что ты будешь делать это своей плотской силой но она скоро кончится понимаешь, тебе не нужно просто служить тебе нужно услышать что Бог хочет сделать через твою жизнь а Бог будет говорить тебе посредством видения в Дианьях 13 главе запиши во втором, третьем стихе там сказано что когда люди служили Господу они молились, пастились они лудзали, гавеяли пришел Святой Дух и смотри он говорит отделиме Павла и силу силу и Вараву силу и Барнаву для служения мне калпошной видишь Дух Святой должен руководить всеми служениями в твоей жизни лучше не делать ничего слышишь? чем делать что так чему тебя не призывал Бог ты можешь на данном этапе где-то помочь но не идти как в своем служении если ты не знаешь точно от Бога тебе оно дано разочаруйся ты вилсес я кончал международный библицкий такой колледж и там был пастер Бёрт Клэндэнн тут бит таза мацитаясь может слышали из Америки так как и когда я там учился мне говорили ты должен открывать новую церкви потому что эта школа была вот с таким направлением и когда ты закончишь тебе надо открыть новую церковь и что я сделаю я кончал школу пришел и открыл три новых церкви трис яунных драудз проходила ровно два года я так уставал я был разочарован и эти церкви закрывались и шанс драудз аизлэдзас прошло много лет и я молился и Господь пришел ко мне реально я шутил очень сильная присутствие Божия и Бог сказал ты поедешь клаипеду а это от моего города где я живу 125 километра и ты откроешь церковь и первая моя реакция и первая реакция никогда ни за что ни за что я больше церковь никакую не буду открыть потому что я открывал их три и трис за крыл но прошло время и сам Бог и пац Диас отнаги и открыл и цели год боролся с Богом и говорила Бог не пойду Бог не пойду мы уже 8 лет в Клаипеде сейчас церковь растет она такая хорошая атмосфера мы всегда имеем денег все идет очень хорошо все идет очень хорошо поднимаются новые служители почему почему я уже 8 лет сам езжу туда потому что Бог мне сказал я послушаю но когда я еду из Клаипеда и меня всегда есть радость я наполнен я благодарю Бога видишь есть разница когда ты что-то начинай и когда через тебя начинай и когда через тебя начинай Аминь скажи соседу ничего не начинай сам сакшим вам ка�льям не ко пац не узсад второе момент когда Бог дает тебе видение он дает способность это видение исполнить послушайте внимательно почему нам нужна способность Бога потому что Бог сверхъестественный вы слышите Бог это не то что люди на картинках нарисовали Бог есть дух и он совершенный сверхъестественный дух он отец есть всякого духа он создал все и он сверхъестественный он когда Бог что-то будет давать тебе это всегда будет сверхъестественно в твоих глазах это будет настолько много что ты скажешь я не могу это сделать вот почему потому что когда сверхъестественный Бог пах пах Он дает тебе способность все эти вещи делать, чтобы каждая твоя слова была подтверждена чудесами и знамениями всемогущего Бога. Вот почему христианская жизнь такая интересная. Совсем недавно мне позвонил один человек из Клайпеды. И они сказали, что мое тесто умирает. Мои тесто умирает. Мои тесто умирает, что не будет. Он умирает от рака. У него простата. У него простата. И простата перешли метастаз в кишечни. И они в таза бедренной кости уже перешли. У меня его тесто привезли в больницу. Так как это человек говорит. Я так тесто, что человек говорит. Ему разрезали живот. В нем парки из бедера. Врачи открыли. Паршти отверли. И закрыли. У наизверли. И отправили домой. Ласут из мая. Трубочку здесь вывели. Таду трубину из ней мара. И сказали, мы не можем помочь. Мы не можем помочь. Он сказал, почему? Потому что у нормального человека раковых клеток есть всего 3%. От нуля до 3%. А у этого человека была четвертая стадия рака. И 494% ПРС. То есть раковых клеток. И 494% ПРС то вежу шону. Не 3, а 494%. И я сказал ему привези его мащики. Вед вино из мащики. А он говорит, я не могу вести. Он умрет. Если его повести. Я говорю, тогда сами приезжайте. Сами приезжайте. Тад паши брауцет. И они приехали. У них отбрауц. Он приехал с неверующей женой. Отбрауц ар медицейку севу. Женой сестру. Ар севу смасу. Своей дочкой. Ар саву меиту. Теща. Севу смат. И он за рулем. И они приехали на собрание. И они потом подошли, чтобы мы помолились. И послушайте. Что такое сверхъестественный Бог? Кас это ир паардебиск с Девами? Мы взяли простую салфетку. Своей дочкой. Нас витер. Ар ко дагоди нослауците. И помолились сей церковью. У лудзам. Ис драудс пар шо салфеткой. И мы сказали. Когда приедешь. Когда аизбрауцим. Положи эту салфетку на тесте. И он поехал домой. Когда он приехал. И его срочно вызвали на работу. И он своей неверующей жене. Говорит. Папа твой умирает. Таус тетя смирст. Возьми салфетку. Паим шоу салфетки. И иди спасай. И иди спасай. В общем, я представляю. Я с пара иедомаюсь. Как этот неверующий человек. Как это салфетки. Шоу с этой салфеткой. Гаи то салфетки. К папе. Что он должен был думать. Про кое он думает. И она подняла ему рубашку. Положила эту салфетку. Но ли кто салфетки. Через полторы недели. Этот человек стал пухнуть. И они испугались. Они подумали, что кишки уже сгнить начали. И там пошло заражение. И они отвезли его в больницу. И они взяли биопсию, анализ. И знаете, что произошло? Они обнаружили. Что он не пухнул то на самом деле. Он поправился на 7 килограмм. И у него раковых клеток. У него веежа шуни. Осталось всего 0 целых. 86%. 86%. Что ниже даже нормы человеческой. Блокиси, да! Диаз дзиадинам. Смотри. Но это способность. Была сверхъестественной. Только Бог может исцелять. Ты никого не исцелять. Я никого не исцелять. Я никого не исцелять. Но он дал нам способность святого духа. И мы совершаем работу его духом. Аминь. Библия говорит. Библия говорит. Что мы должны облечиться во все оружие Божие. Это в Ефесянам 6. С 11 по 13. Он говорит, мы должны облечиться. Во все оружие Божие. И там перечисляются разные оружие. Я не могу облечиться. Евангелизация. Шлем спасения. Пестишанс брюньцакл. Слово Божие. Дево варс. Но я хочу сегодня поговорить. Но я хочу сегодня поговорить. Так же о все оружие Божие. Но без которой никто. Не сможет выйти в свою судьбу. Не сможет выйти в свою судьбу. И вот теперь слушайте внимательно. Если вы это унесете. И вы состоите. У нас все издосы. Аминь. Кто хочет состояться. Куршу велску нам все издосы. Аминь. Смотрите. Когда ты покайлся. Когда ты ношало греха. Самая первая. Падает первая. Что ты должен научиться. Кас тебе и яематся. Это поклоняться Богу. Это поклоняться Богу. Ты должен утвердить поклонение. Тебе и янос теперь на пелоксме. В своей жизни. В своей жизни. Люди постоянно бегают сюда. Туда. Слышь поставить скрент тур и шур. Где Бог? Кур ты был? В какой церкви Бог? Курой драудзой ты был? Может там. Возможно там. Давай пойдем в ту церкви. Эйм у нас то драудзи. Пабыли. Би тур би шин. А Бога нет. А, Дева нет. Пойдем туда. Ай, там нет. А, тут аре нет. И они бегают из-за Бога. А я всегда говорю людям. Я всегда говорю людям. Стань поклонникам. Клюсти пар пелодзей. И Бог сам найдет тебя. И Бог сам найдет тебя. Библия говорит. Библия. Библия 4 главе. Библия 4 главе. 23-24. 23-24. Но настанет время. Пинагс лаикс. И настало уже. И настало уже. Когда истинные поклонники. Клюсти пелодзей. Будут поклоняться от сувдухи и вискине. Ибо таких поклонников. Ёт татус пелодзей. Ищет. Таи с меклами. Скажи со мной. Пасак копа ар ману. Бог ми не ищет. Диевс мани меклами. Скажи так. Бог ми не ищет. Пасаки. Диевс мани меклами. Видишь? Сов. Потому что Бог есть дух. И поклоняющиеся ему. Они поклоняются в духе. И в истине. И стань поклонникам. Клюсти пелодзей. И сам Бог найдет тебя. И пас Диевс отрады. Аллилуйя. Кого ты найдет Бог на этом месте? Когоду Диевс отрады. Ищет шея витая. Котор стань от поклонника. Клюсти пелодзей. Без поклонения. Без пелодзей. Не возможно служить Богу. Нам успеет скалпот Девам. Поклонение всегда идет впереди служение. Матвей 4 главе. Маттай Евангелия. Церктура нодаўа. 8.10. Там написано, что Диевол изкушает Иисуса. И он там разные вещи делает. Вастрады с камнем хлеба. Издали то и то. А потом павел его на храм. Гит спридне. Гит спридне. Павел его на гору. Гит я все тебе отдам. Если ты поклонишься мне, смотри, дьявол тоже чего ты ищет, дьявол ищет поклонения, вот почему эти леди гаги и здесь сегодня. Это и сатанинская поклонения. Все, кто попадает на эти концерты, они попадают прямо к алтарью сатаны, все, кто попадает в ночные клубы, они попадают к алтарью сатаны, они поклоняются бесам, а кому ты поклоняешься, тому ты будешь служить. Видишь, дьявол это знал. Он говорит, давай, Иисус, поклонись мне, я тебе все отдам. Но смотри, что сказал Иисус. Он сказал, Господу Богу поклоняйся, и ему одному служить. Ты видишь это? Без поклонения, ты никогда не станешь служить. Никогда не састись. Почему? Потому что именно поклонение, хранит твою сердце для Бога. Поклонение, именно поклонение, сохраняет твою первую любовь, как су небесному. Именно поклонение, делая так, чтобы из твоего нутра текли реки воды живой, любви Господу, прекратить поклоняться Богу, и любовь к Богу идет. Знаешь, почему вас некоторых не тянет к Богу? Потому что ты не поклоняйся. Ты не поклоняйся. Ты делаешь все, что хочешь, но не поклоняйся. Поэтому твоя любовь хладевает. Но когда ты станешь поклоняться Богу, изнутри, поймите, поклонение, это не отсюда. Оно всегда идет из сердца. И именно поклонение, оно сохраняет твою сердце, для того, чтобы там была жизнь. Научитесь поклоняться Богу. Поклоняйтесь дома. Если вы не будете поклоняться, вы отпадете от Господа. Не вините церковь. Не вините пастереть. Не говорите, что в той церкви нет любви. Это все оговорки. Ты просто стал умирать, потому что твоя поклонение умирает. Ты можешь знать всю Библию, но Богу в первую очередь нужны наши сердца, из которых идет поклонение. Помнишь Марфу и Марию? Одно только нужно. Одно только нужно. Вот это одно. И есть поклонение. Та и есть поклонение. Нашему Господу. Муза кунга кунга кунга. И Библия говорит, что Господу поклоняйся. Того кунга кунга кунга. Кому ты поклоняешься? Кого ты кунга кунга? Тому ты будешь служить. Там ты кунга кунга. Кунга 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 кун Аминь, поклоняйся, друзья, твое им Богом будет компания, но мы, друзья, призваны служить Богу живому. Аминь, аминь, кто-то скажет, аминь бесплатно, не надо пять лет платить за аминь, скажи аминь, аллилуйя, поклонение, это оружие против сатаны. Помните, дьявол изкушал Иисуса 40 дней, разными изкушениями, но когда Иисус утвердил поклонение своей жизни, такими словами, Господу Богу поклоняйся, Библия говорит, дьявол оставил его, ты слышишь это, дьявол не уйдет из твоей жизни. Пока ты не утвердишь поклонение, поклонение раздражает сатану, дьявол ненавидит твою поклонение, почему, потому что ему это все напоминает, А то, кем он был там, когда он еще был осеньяющий хирувим поклонник, Дьявол ненавидит поклонение, вот почему он хочет, чтобы ты во время поклонения спал, он искушает вас, всякими мыслями, Дома, мальчиков, кушает, пыжа, качает, 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 качает Но ты должен понять, что она не помазана Богом. Даже христиане я вижу слушать ее. Но ты должен понять, что музыка есть звук. А звук, эскалация звука, это есть передача существа. И если ты слушаешь какую-нибудь мирскую музыку, там передается существо того, кто вдохновил написать эту музыку. Знаешь, что происходит? Я даже слышал, как некоторые проповедники учили. Тебе обязательно надо слушать мирскую музыку. А где ты возьмешь самые лучшие стили? Для Бога играть. Я тебе скажу, где эти стили берутся. В Духе Святом. У Бога они берутся. Баха никто не учил играть. И Бог давал музыку. Бог его вдохновлял. Ты понимаешь? Есть вдохновение. И ты должен понимать это. И ты должен понимать это. И ты слушаешь мирскую музыку. Если ты слушаешь мирскую музыку, ты поклоняешься. Это поклонение мира. И здесь что происходит? Я заметил. Люди, которые слушают мирскую музыку, они становятся злыми. Агрессивными. Бунтарями. Ленивыми. Блудниками. Такие разбитые. Знаешь, какие песни поют? А я не знаю, что любовь может быть жестокая. О, я не знаю, как милсти var бы так не жалейга. Ты послушал такую песню. Такие песни. Проверь свои чувства. Парбод свои чувства. Ты стал унивать. Ты по чувствуешь себя. Я так не счастлив. Я так не счастлив. Я сижу так нелаимый. У меня уже 18 лет. Моем 18 лет. Девушки нету. Моем вели не меетенес. Я помню. Я сцерос. Она посмотрела на меня глазами. А я и не знаю, что любовь может быть жестокая. И ты приходишь по тому церкву. Погла нанесся не можешь. Не варить пелук. Унили. Тадстанец. Тадстанец. Парреки нет. Я знаю, что я правду говорю. Я знаю, что я правду говорю. Разве не так? У тебя здесь чувства. У тебя здесь чувства. Почему? Капец? Потому что там есть вдохновение. Ты понимаешь это? Библия говорит так. Слушай христианскую музыку. Ставь поклонение в своем доме. Акрущи себя поклонением. Когда ты едешь. Слушай поклонение. Акрущи себя поклонением. В общем мобильке свои пасаги поклонения. Акрущи свою жизнь. Акрущи себя поклонением. Дьявол не мог затронуться до жива. Библия говорит. Сам дьявол сказал. Пац библия говорит. А разве не ты его окрущил? Что я не могу затронуться до жива. Пац библия говорит. На что делал жива? Свет, кое дарит иябс. Иябс всегда поклонялся богу. Иябс всегда мэр пилодзи Деву. Он говорит, даже если мои дети. Что ты сделала плохо. Я буду принасить жертву богу. Я буду принасить жертву богу. Иябс был поклонником. Иябс всегда пилодзая. И дьявол нечего не мог сделать. Велс не ко не мог сделать. Ты понимаешь меня? До тех пор, пока он не стал бояться. Камер он не стал бояться. Страх. Байлс. Разрушает твою веру. Саграя таву тицейбу. Друзья, никогда никого не бойтесь. Никогда не бойтесь. Не бойся. Не бойтесь. Они скажут тебе что-то. И патексят тебе кautку. Делай так. Дарит так. Все. Виски. Вашло, вышло. Иенач, изнач. Когда они говорят тебе. Кад они тебе сага. Ты сильный. Ты ест стипрс. Делай так. Ты сильный. Делай так. Пошло. У нас таза. Асталась. Палик. Они говорят, ты слабый. Ты сага. Ты сага. Ушло. Азгай. Азгай. Они говорят, ты ничего не достигнешь. Ты никого не заснегаешь. Пастер говорит. Матстай сага. Ты мышь Божий. Ты сага. Деввирс. Асталась. Палик. Аминь. Аминь. Сделай так. Издарь так. Ты сильный. Ты сага. Стипрс. Аминь. Асталась. Палик. Все, что осталось. Виска спалик. Становится семенами. Глюст по саклу. Это даст сход. Это даст сход. Смотри, Библия говорит. Библия сага. Дома почитай. Майя спаласисти. Ефизианам 5. Ефизианам 5. 18.20. 18.20. Не упивайтесь веном. Не, 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 не то пет вина пилни. От которого бывают распусти. Как раз излайдет дзиве. Исполнит из духа. Пепелитесь ар тавкуга гару. Как? Как исполнит дзива. Как пепелитесь ар Деву гару. Он пишет. Те ракстит. На зидай себе песни. Пепелись. Ар сканнегам дзизмам. Пой Богу. Зиди Девам. Слуши поклонения. Слабь Господа. Слави Господа. Слави Деву. Скажи Аллилуйя. Саки Аллилуйя. Вау, живка спор. Вау, что у нас есть дзива. Правозглашай победу. Что произойдет? Как произойдет? Паклонение. Пелуксно. Оно окружит тебя. Та тебе апнемся. Я кое-что скажу. Насколько тебе патеюкшу. Паклонение. Пелуксно. Создает атмосферу. Рада атмосферу. Для присутствия Божьей в твоей жизни. Деву клава отбутной тава дзиве. Поэтому мы входим со слабословием. Тепец мы еем ар слабас дзизмам. Он живет среди слабословием. Више живо слабас дзизму виду. Бог всегда там, где поклонники. И дзявол не может зайти. Валнс не может туда идти. Акрус жисть свою жизнь поклонение. Лай аптаву дзиве и пелуксно. И враг будет бежать от тебя. Валнс, он беется на тебе. Теперь слушай. Тега клауси. Ничто так сильно. Некас так сильно. Не выражает твою веру. Неизпавш таву тицейбу. Как поклонение. Как пелуксно. Найдите человека веру. Отродите тицейбу с человеком. И вы обязательно там найдете поклонение. Обязательно. Найдите человека поклонение. Отродите пелудзею. И вы обязательно найдете там веру. Пелуксно и веру. Пелуксно и тицейба. Это как брат и сестра. Они всегда идут вместе. Пелуксно и веру. Аллилуйя. Кто-то будет поклонником. Кто-то станет поклонником. Катс клювс пар пелуксно. Аминь. Аминь. Пелуксно. Будет тебя всегда держать. Тебе виноват. С фокусированным на Бога. Фокусовать на Деву. Твои мысли будут крутиться. Вокруг Бога. А Библия говорит. А Библия говорит. Каковы мысли человеком. Каковы человек. Татс клювы человек. Ты слышишь? Ты слышишь? Пелуксно. Оно концентрирует твою жизнь. На Бога. Уз Деву. И церковь последние дни. У педеви дни драудзе. Она будет поклоняющейся. Та буз драудзе, Кас пелудз. Она будет славить царя. Та славая стениню. Библия говорит. Библия говорит. Дианья 15. Та пас тур дар 15-16. Чтоб Бог вас создад скиньею. Кад Девси шаги сайешан стелти. Давидову пачшую. Да, то, что было Давиду. И все, что мне разрушено. У то, что вино было саграус. Бог вас создад. Девси отъянув. И исправит. И там написано. Народи потекут. Каддаву тас турп досись. Амен. Амен. Народи потекут. Даву тас турп досись. Сматрит. Пелуксми. Это самый главный элемент. Это пас главный элемент. В христианской жизни. В христианской жизни. Много важных моментов. Ир дaudз сварийг моментов. Читать слово. Ласить Деву варду. Малиться. Лукт. И еще что ты делаешь. Вел коку дарить. Пасищать церкви. Апаклеть драуди. Но поклонник. Пелудзаясь. Это человек по сердцу Бога. Это человек по сердцу Бога. Бог с поклонниками. Девси от пелудзая. Ты можешь быть очень, ну, то ты обидит, допустим, тебе может быть. Как ты, например, Попробуй, встань, просто уйди, куда не будь, подними руку, скажи, Аллилуйя, Господи, я славлю тебя, я все равно поклоняюсь тебя, я люблю тебя, я ты чувствуешь, и ты чувствуешь, вот там внутри, ты коку сикшам, садись гарз саку подниматься, все шире, 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 и вдруг, ты уже славиш его, ты уже славиш его, ты даже забыла свои печали, у тебя всегда будет мир, потому что там, где есть мир, там есть Бог, а Бог всегда приносит радость, если ты будешь поклонником, ты будешь радостным человеком, ты будешь претензем человеком, вот смотри, ты придешь сейчас домой, вы знаете, люди занимаются всем, что хотят, они могут целыми днями просидеть в Фейсбуке, и потом они удивляются, почему меня не тянет церкви, почему я не хочу вот это, почему я не хочу вот это, я не хочу молиться, а мне не нравится это, почему, знаешь почему, потому что твои поклонения умирает, потому что твои пилогсми мист, а если умрет поклонения, умрет призвание, умрет служение, умрет судьба, умрет судьба, но я верю, что Бог сегодня до некоторых точно достучался, и я верю, что ты уйдешь с этого семинара, другим человеком, есть тысяча мест, где бы я хотел быть, и иногда люди приезжают к нам к церкви, и говорят, о, мы так хорошо время проверим в Египте, в Турции, неплохо, слава Иисусу, слава Иисусу, я тебе скажу, где лучше, лучше всех Египтов, лучше всех Турцией, это когда Бог реальна, 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 действует в твоей жизни, ты знаешь, сколько я видел чудеса, слепые прозревают, как аклые сакют редзать, как парализованные встают, как парализованные встают, как руки отрастают, как рога с изауг, чудеса происходят, люди спасаются, мы сейчас были в Эстонии, мы проводили служение Евангелизации, мы проводили Евангелизации с Девоколковой, пристали 170 человек, для Эстонии это много, кто с Эстонии, как это, Дима, Макумардан, правильно сказал, что это значит, я поклоняюсь, Макумардан, давай, латыши выучим слово, Макумардан, когда тебя спросит мама, что делаешь, макумардан, я поклоняюсь, аминь, и ты знаешь, там было много людей, когда мы позвали их к покаянию, и когда мы позвали их к покаянию, почти все побежали, и из-за чего все отскрежали, вот это счастье, и тая лаима, знаешь, поклонник, он видит, то, что не видит другие, то, что не видит другие, послушайте, ребятам, поклонник, пилудзаясь, всегда, увидит то, что сокрит для других глаз, это, что сочрит для других глаз, вот почему, его жизнь, она становится, он даже в маленьких вещах, начинает видеть движение Бога, то, что другие не видят, потому что поклонник, т.п., как пилудзаясь, он его сердце становится точно таким же, как Бога, и у меня есть еще два пункта, и если ты придешь завтра, у меня есть очень важных два пункта, и я в конце буду молиться за болезнью, и не важно, как у тебя болезнь, когда Бог приходит, все бесы уходят, все болезни уходят, все проклятия разрушаются, и слава Божия приходит, и Деву годы уходят, и сейчас плакать Господу, и сейчас плакать, и к нам кулаку. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ю, ю. Скажи соседу, саксовым каимеем, знаешь, он меня убедил, я буду поклонником, я буду поклонником. Я буду поклонником. Аминь. Аминь. Есть люди, которых я убедил поклоняться. Сделай это. Ты увидишь. Ты иеродзишь. Твоя жизнь просто потечет. Твоя жизнь в русле Божьем. Давай тема встань. Деву твоей травмой. Специально, что мы с каимеем. И мы сейчас что-то спаем. Мы с тобой каимеем. Знаешь, хорошо петь. Петь для Бога. Дзедать Девам. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, моя сила, ищи. Господь, моя сила, ищи. Господь, упава, не мое, и помощь мне. Господь, моя сила, ищи. Господь, моя сила, ищи. Господь, упава, не мое, и радость мне. И потому я ликую, сердце мое ликует И песнь моя славит Господа И потому я ликую, сердце мое ликует И песнь моя славит Господа Господь моя сила ищит, пой со мной Господь моя сила ищит, Господь упава не мое И помощь мне Господь моя сила ищит, Господь моя сила ищит Господь упава не мое и радость мне И потому я, и потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. Царь, царей, Господь, Господь, слава! Аллилуйя! Царь, царей, Господь, Господь, слава! Аллилуйя! Иисус наш Мессия, слава! Аллилуйя! Царь, царей, Господь, Господь, слава! Аллилуйя! Иисус наш Мессия, слава! Аллилуйя! Иисус наш Мессия, слава! Аллилуйя! Царь, царей, Господь, Господь, слава! Аллилуйя! Царь, царей, Господь, Господь, слава! Аллилуйя! Иисус наш Мессия, слава! Аллилуйя! Иисус наш Мессия, слава! Аллилуйя! waiver! Аллилуйя! Дай славу! Спасибо! Давай закончим молитвой! Подними руки! Скажи, мой Бог! Сделай меня поклонником! Я слышал слово! Я принимаю это слово Я хочу быть во всяружии Божьем Я хочу исполнить свою судьбу Я хочу стать человеком поклонения Я верю, Господь Что Ты поднял меня для этого времени Научи меня поклоняться Субтитры сделал DimaTorzok